Дому 50 лет и столько же в нём живёт Георгий Николаевич. Когда-то работал в психиатрической больнице на Содышке и рассказывает, что дом строили пациенты. Для них это была трудотерапия. С тех пор постройка не видела капитального ремонта. Теперь с крыши всё течёт в квартиры, стены в трещинах. Если бы жильцы сами их не заделывали, в них можно было бы просунуть руку. Эта трещина идёт насквозь. Вот я когда сижу, мне здесь по ногам мёрзнут ноги. Подъезд не в лучшем состоянии. Здесь тоже трещины, представляющие угрозу для жизни. Заходишь в подъезд и смотришь всё время на потолок. Разошлась стена или нет. Факт тот, что никто не реагирует на наши проблемы, это раз. Маячки, которые нам поставили в 2015 году, все отошли от стены. Стена расходится по всему периметру нашего подъезда. Не меньшая беда худая крыша с разваливающимися дымоходами. Когда осадки, вода течёт по стенам и с внутренней, и с внешней стороны. С внутренней проливает до первого этажа. С внешней образуются сталактиты. На газовую трубу. Во время обледенения, когда появляются сосульки, на неё лишняя нагрузка. Это тоже очень опасно. Жители боятся быть погребёнными заживо. Ремонт фасада запланирован на 2028 год. Жители уверены, к этому году дом уже рухнет. У нас в нашем доме очень много детей и пенсионеров, которые очень хотят жить. Но, извините меня, на них никто не обращает внимания. Даже на нас никто не обращает внимания. Наши жалобы никому не нужны. Ещё я хочу сказать. Нашей главе Новоалександровского поселения, госпожа Кашина, вы, наверное, увидите этот репортаж. И, пожалуйста, не игнорируйте нас. Мы всё-таки люди не второго сорта. Больше всего претензий у народа главе территории Елене Кашиной. Казалось бы, её администрация должна быть заинтересована, чтобы все дома поселения были как картинки. На деле всё наоборот. Ремонт крыши был запланирован на 2018 год. Но, как пишут жильцы во все инстанции... В администрации Новоалександровского сельского поселения нам отвечают. Капитального ремонта крыши не ожидайте. Жалуйтесь куда хотите. Хоть президенту, хоть в прокуратуру. Но ремонта у вас не будет. А если будет, то не раньше 2020 года. Поговорить с самой Еленой Кашиной не удалось. А заместитель Светлана Аханова долго рассказывала, что она вот-вот будет. Вы, пожалуйста, сущий, пока не дайте, мы только извали. А потом сама ушла из своего кабинета в неизвестном направлении. В фонде капремонта нас заверили, что крыша на доме номер 10 по улице Владимирской в поселке Содышко будет капитально отремонтирована в 2019 году. Проект ремонтных работ уже проходит проверку. На данный дом заложено, опять же, администрации 2 миллиона 359 тысяч. А полную стоимость мы уже узнаем после прохождения экспертизы достоверности СМЕД. Ремонтироваться крыша будет авансом, потому что с 2014 года, когда появился ежемесячный сбор за капремонт, жители насобирали всего 260 тысяч рублей. Что касается фасада, то ремонтировать его можно и по строке текущего ремонта. Если управкомпания не желает этого делать, а только собирается людей деньги, на нее можно пожаловаться в прокуратуру или общественникам. Во Владимире есть организация ЖКХ-контроль.